Здравствуйте, Валентин Юрьевич, приветствую вас в нашей новой студии «Планета Русь». Мне отрадно сознавать и отрадно об этом рассказать нашим слушателям, что мы с Валентином Юрьевичем работаем много лет, сотрудничаем по линии сообщества «Переправа». В результате нашего сотрудничества родилось Русско-экономического общества имени Сергея Федоровича Шарапова, который Валентин Юрьевич возглавляет уже не первый год. И сегодняшняя наша встреча посвящена очень важной, больной, острой, актуальной теме. Это тема греческих долгов, греческого дефолта, грозящего Греции. И мне хотелось бы предложить вам такой формат. Сначала поговорить о самой Греции, о ситуации в Греции, о причинах этого кризиса. Затем, может быть, поговорить о воздействии этого кризиса на Россию, ее экономику и в дальнейшем коснуться вопросов большой Европы и большого мира. Потому что, конечно, понятно, что греческая ситуация – это камушек в архитектуре современного мира. У меня перед глазами ваша книга «Россия в мире репарации». Она только что вышла, буквально сегодня. Она впервые в моих руках. Мы к этому вопросу, к вопросу, поставленному вами, к вопросу коммерциализации истории еще вернемся. Но очевидно, что Греция и в этом отношении имеет место быть. Да, там есть раздел, который так и называется, значит, греческие уроки, как намек для России. Уроки имеются в виду в части выдвижения репарационных требований. Греции. Да, Греция. Греция подготовила для Германии репарационные требования. Поговорим вот о Греции. Что бы вы, какие бы вы сейчас выделили самые важные аспекты греческой ситуации? Прошел референдум. На этом референдуме более 60% греков сказали «нет». В данном случае имеется в виду «нет» условий международных кредиторов, которые были выдвинуты в адрес Греции. И где-то только 40, даже менее 40% сказали «да». Даже сейчас, абстрагируясь от результатов этого референдума, хотелось бы сказать, что сам по себе факт проведения референдума – это очень знаменательно. Это знаменательно, потому что впервые вот страны, противостоящие международным кредиторам, и особенно таким тяжеловесом, как Международный валютный фонд, Европейская комиссия, Европейский центральный банк, использовали такой инструмент противостояния, как референдум. До этого, в общем-то, обычно таким противостоянием занимались отдельные политики, президенты, премьеры. Ну, на память приходит, конечно, Кристина де Киршнер, президент Аргентины. Она на протяжении нескольких лет очень мужественно, хотя она и женщина, но именно мужественно противостоит натиску международных кредиторов, так называемых финансовых стервятников. Но вот референдум дает какую-то подсказку, дает какой-то намек и другим странам, которые находятся в аналогичном или почти аналогичном положении, как и Греция. А действительно, целый ряд стран мало чем отличаются от Греции. Даже те страны, которые входят в еврозону. Взять, например, Испанию, у которой уже государственный долг перевалил за 1 триллион долларов. Взять евро, ну, правда, я не сильно ошибся, поскольку они сегодня сблизились. Дальше это Италия, у которой государственный долг перевалил за 2 триллиона долларов. Португалия, у которой порядка 300 миллиардов евро. Ну, и вы знаете, что у Греции где-то 300-325 миллиардов евро. То есть вы понимаете, что на подходе другие страны, которые, если они используют этот инструмент референдума, то мало не покажется. Прежде всего, мало не покажется Брюсселю. Ну, с моей точки зрения, конечно, греческая ситуация, она еще выявляет очень серьезные внутренние болячки самой евроинтеграции. Потому что получается, что это 27 стран с национальными правительствами, действующими в рамках своих юрисдикций и своих полномочий. И над ними как бы нависает вот эта вот надстройка паразитическая, бюрократическая, которая пытается через голову во многих случаях правительств навязывать какие-то так называемые общие европейские механизмы и ценности. И вот греческая, мне кажется, ситуация, она как вот в капле воды видны признаки очень серьезного глубинного внутреннего кризиса Европы. Соотношение национального и национального, а космополитического и, будем так говорить, традиционного. И ведь еще над европейской надстройкой еще есть как бы третий уровень надстройки, это финансовые власти мира. Совершенно верно, совершенно верно. Те же самые кредиторы. Кто это? Это не столько даже европейский банк, сколько, конечно, ФРС и все институты, которые ФРС насоздавал. И которые фактически сейчас подсаживают Грецию на иглу. Я даже не могу, вот так я прикинул, правда не считал специально на калькуляторе, но 350 миллиардов долларов на 12 миллионов человек, это там порядка 30 тысяч на душу. Ну, может, для богатых это и казалось бы ничего, но фактически Греция проела свое будущее. Да, безусловно. Безусловно, конечно, по относительному уровню долга Греция сегодня находится на первом месте среди стран Европейского Союза. Но, конечно, не первая среди всех стран мира, но, в общем-то, среди первой десятки точно по показателю, относительному показателю. Но тут действительно вы затронули очень серьезный вопрос, потому что, когда создавался общеевропейский дом с вывеской, там, Римский договор, там, Европейское экономическое сообщество, Европейский союз, то всегда говорили вот о некой гармонии, неком таком оптимальном сочетании национального и наднационального. Ну, сегодня эта гармония явно сломана. И о какой гармонии можно говорить, когда Греция фактически находится под внешним управлением, под жестким внешним управлением. Никаких суверенных решений Греция принять не может. Она не может принять решение по поводу пенсии, она не может принять решение по поводу бюджетников, она не может принять решение по поводу даже приватизации или национализации. Все это определяется в Брюсселе, Европейская комиссия, Франкфурте, Европейский центральный банк и Вашингтоне, Международный валютный фонд. Но про Вашингтон надо сказать, что это не только Международный валютный фонд, а вы правильно заметили, Федеральная резервная система. Это тот еще более высокий уровень, который парит над вот этими евроинститутами. Евроинтеграция, которая развивалась довольно долго под бурные аплодисменты, под крики «Ура!» и «Чепчики», она дает трещину. И трещина в плотине означает, что плотина не устоит. Вот как Вы все-таки оцениваете, скажем, с точки зрения, во-первых, возможности эффекта домино в сторону тех стран и тех сил внутри Европы, в том числе сил, скажем, левонастроенных, консервативных, которые сейчас, мне кажется, классический пример Мари Липен, которые сейчас ждут, за что бы еще такое уцепиться, чтобы опрокинуть эту ситуацию и на гребне новых конфликтов прийти к власти. А ведь очевидно, что это же мощнейший аргумент в руках левых. То есть международные кредиторы... В данном случае некоторые левые сошли с некоторыми правыми. Ну, не без этого. Их можно назвать, в общем, словом «евроскептики». Евроскептики. И тут получается, во-первых, очень серьезная популистская, конечно, тема. Ибо фактически, что предлагают кредиторы, дальнейшая удавка на национальную экономику, на национальные отрасли и встраивание в международную систему так называемого разделения труда, удушение всех социальных программ и льгот, а ведь это тоже своего рода такой драйвер экономического развития. То есть, когда люди больше и больше, мелкий, средний бизнес, национальный, включается в работу, возникают источники погашения этих долгов. Если, как сейчас это происходит в той же Греции, удушается практически национальная экономика, то спрашивается, а где, собственно говоря, источники выплат этих долгов. То есть, это как бы долговая яма, в которую страна все глубже и глубже погружается, не имея ни одного шанса вылезти оттуда никогда. Вот, начиная с конца, ведь нечто похожее было в Европе в начале 20-х годов, Феймерская республика. Да. Феймерская республика душили, Германию просто душили. Вот опять возвращаясь к вопросу репараций. На Парижской мирной конференции были определены такие суммы репараций, что даже член делегации британской, английский экономист Джон Мейнер Кейнс демонстративно покинул эту конференцию, сказав, что те объемы репараций, которые определены для Германии, в три раза превышают допустимый уровень. Грубо говоря, этими репарациями вы хотите задушить Германию, но вы не получите вообще ничего. И вот с Грецией очень похожая ситуация. В итоге получили Гитлера. Получили Гитлера, совершенно верно. Получили Гитлера, сначала Германию душили, потом немножко отпустили, потом стали взращивать Третий Рейх. И в этом смысле Германия уже в конце 20-х годов, некоторые прозорливые политики понимали, это мина замедленного действия, заложенная как минимум под Европу. Греция, с моей точки зрения, тоже мина замедленного действия, заложенная под Европу. Взорвется она или нет, это вот определяется на уровне даже не Брюсселя, а именно на уровне хозяев денег, федеральной резервной системы. Но вы все-таки видите какой-то позитивный выход из этой ситуации? Или это уже и в Вашингтоне, или там ФРС уже может быть не видят разумного сценария выхода? Потому что сценарий это по сути два. Либо дефолт, и тогда кредиторы теряют свои деньги, долги обесцениваются, Греция ввергается в какой-то там хаос. Либо до финансирования выплат по накопившимся процентам, до впрыскивания все новых и новых инъекций, так сказать, этих вот наркотических веществ в виде денежных дальнейших заимствований в ту же самую Грецию, и усугубление, наращивание новых долгов, усугубление ныне существующей ситуации. Ну вот второй вариант – это дорога никуда. Понятно, что через некоторое время ситуация еще более обострится, это просто оттягивание момента. Хотя хозяевам денег, может быть, и надо, чтобы вот этот момент, он был отложен. Некий час че. С моей точки зрения, бомба может быть взорвана. Я думаю, что часть акционеров Федеральной резервной системы заинтересованы в том, чтобы сейчас эта бомба не взрывалась. Они хотят продлить существование печатного станка. Я услышал такую оценку в последние дни, что в этом режиме рефинансирования греческой долговой трагедии, которая осуществляется, конечно, в основном силами Германии, ну и в какой-то мере, может быть, Франции. Собственно, в Греции, вот в этом обороте денег, доставалось порядка 5%. Все остальное это было на выплаты тех же процентов по тем же самым долгам. То есть оно по кругу возвращается опять в экономику Германии и Франции, а Греция утирает сопли, так сказать, считает новые проценты, которые возникают. Понимаете, сегодня должник, он в роли статиста. Понимаете, его просто на переговоры приглашают для приличия. Вот взять пример Украины. Формально разыгрывался спектакль. Значит, министр финансов Наталья Ерейско вела переговоры, значит, там, с группой кредиторов, которую возглавляла компания «Франклин». Ну, через некоторое время переговоры зашли в тупик, и нам сообщают о том, что кредиторы переместились в Вашингтон для продолжения переговоров с Международным валютным фондом, но уже без Украины. Греция тоже самое, она статист. Она статист. Вы правильно говорите, 5%. Все остальное транзитом проходит через греческие счета и возвращается туда же. В свое время я как бы вот очень серьезно думал и писал, и рассказал, и об этом говорил, что ситуация на Украине, она может стать Бигфордом и шнуром к бомбе тоже замедленного действия, которая идет с другой уже, с политической, с идеологической стороны, под названием неонацизм. И мне кажется, греческая ситуация, потому что Греция это тоже одна из европейских площадок, где очень крепкие корни пустил нацизм в свое время. Ну, я бы сказал, что там греческий национализм, скорее. Национализм, но, тем не менее, там довольно сильные были позиции у нацистов. Ну, понимаете, тут я с вами немножко не соглашусь, потому что жив еще Манолис Глезус, символ, будем так говорить, антифашистского фронта в Греции. То есть антифашистские настроения в Греции всегда были сильны. Но национализм, который, безусловно, может отклониться немножко. И стать почвой. Потому что то же самое мы видим, кстати говоря, в Италии, в Испании, во Франции, в Вишисты. И дальше, конечно, в Германию все это идет. А если учитывать всю сложнейшую сейчас, не только долговую, но и социально-экономическую ситуацию, особенно в части проблемы той же самой внешней миграции и внутренне национально-этнические конфессиональные распли, которые пока еще вроде более-менее купируются Европой. Но сколько это может сдерживать, рост этих настроений? Тут довольно сложный, мне кажется, клубок. И Греция может стать тем самым, знаете, катализатором, который все эти... Я ее называю детонатором. Или детонатором, который все эти, так сказать, глубоко в туне идущие процессы может вдруг вырвать на поверхность. И тем самым начнется уже настоящий, так сказать, такой вот серьезный уже пожар. Вот я о чем и говорю, что Греция это детонатор, и обсуждать будет дефолт, не будет дефолта достаточно сложно, потому что это зависит от неких политических решений, политических соображений. Причем не на уровне Брюсселя, не на уровне Афина, на уровне Вашингтона, но не того Вашингтона, где находится штаб-квартира МВФ, а того Вашингтона, где находится Совет Управляющих Федеральной Резервной Системы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова